Друзья, добрый день. Это Диктатура Закона. Меня зовут Жасулан. Сегодня мы снимаем очередной обзор о нарушениях закона, вернее о нарушенных правах одного из наших клиентов Ахметова Баглан Сериковича. Итак, представьте типичную ситуацию. В один из будних дней Баглан Серикович обнаружил, что на его счета наложен арест. Заблокирована карточка, а вместе с ней все его сбережения. И причиной всему тому послужил неоплаченный административный штраф. Данную ситуацию мы разрешили, не доводя дело до суда. Смотри пошаговую инструкцию, как списать штраф и как отменить меры принудительного взыскания в этом видео. И хотелось бы начать с того, что аресты у нас накладывает, как правило, судебный исполнитель. И совсем не обязательно изо всех сил по этому поводу выносить ему голову. По закону судебный исполнитель не может снять этот арест по одному простому щелчку. Он всего лишь практик. Если хотите, даже исполнитель, который выполняет свою работу на основании судебного акта, либо иного исполнительного документа. Здесь важно отметить, пожалуй, главное правило всех времен. Если судебный исполнитель наложил аресты на основании суда или управления административной полицией, то и снять этот арест он может только по точно такому же поручению, только прекращением. Поэтому, ознакомившись с информацией представленной, мы увидели, что постановление вынесено 14 октября 2016 года. Сумма штрафа составила 63 630 тенге. И для его исполнения и взыскания управление административной полицией направило этот штраф судебному исполнителю. Вот, собственно, и почему он и наложил аресты. Ну и учитывая, что штраф 2016 года, понятно, что ему больше одного года. И поэтому это означает, что все принятые меры по такому взысканию находятся вне закона. Он подлежит списанию, так как его не взыскали в течение одного года. Пункт 4 статьи 889 Кодекса об административных правонарушениях. Обратившись в управление административной полицией УВД Исильского района с заявлением о списании штрафа, мы получили ответ, в котором следует, что штраф был направлен в региональную палату частных судебных исполнителей города Астана, что на данный момент им не позволяет откорректировать материалы. Далее ниже следует пометка о том, что необходимо обратиться к частному судебному исполнителю. На первый взгляд, письмо не показалось нам ответом отказного характера. Но в то же время мы подумали, что это является банальной отпиской. Что значит, мы не можем ничего списать, поскольку у нас нет материала. Тогда мы решили пойти дальше и обратились с еще одним заявлением, с требованием о необходимости в таком случае истребовать наши материалы из рук судебного исполнителя. На основании пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Сами же они до этого не могли догадаться. И наша просьба была удовлетворена. Исполнительное производство в отношении Ахметова Баглан-Сериковича было прекращено. Штраф был списан, а наложенные аресты и ограничения отменены. Таким образом, резюме видео таково. Для того, чтобы списать старый штраф, вам необходимо 1. Выяснить, кем и когда был наложен штраф, либо арест. Обратиться с заявлением к органу, который наложил штраф. В заявлении вы должны указать два требования. 1. Возвратить исполнительное производство в порядке под пункт 1 пункт 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. 2. Списать штраф на основании пункта 4 статьи 889 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Поэтому, друзья, зная закон и готовый инструмент от диктатуры закона, можете вполне экономить свое время, нервы и, само собой, деньги. Помните, что правовое государство начинается с вас. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на этот канал. И мы будем вам очень признательны, если вы поделитесь этим видео в своих WhatsApp-группах. Вдруг для кого-то эта информация будет полезной. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok